Наверное, я что-то упустил в прошлых главах. Там, по-любому, какие-нибудь дополнительные задания были, но чёрт их знает, где они были. Зачем? А, витрина трофеев обновлена? Какая витрина трофеев? Там ещё были дополнительные задания какие-то, но... Где это всё? В целях! Трофеи, документы, карта. Гард, ты что это? Значит, вот этот вот... Витрин трофеев? Не туда. Уникальная добыча трофея клиентов. Хрен его знает. Ладно, может быть, это была первая глава, просто такая коротенькая. А, вот он и чё. Вот ёмкость колчан у меня уже есть. Значительно увеличивает максимальный запас стрел. Это из Master Thief Edition дополнение. Удушающая стрела. При падании стрела выпускает облако ядовитого удушающего газа, который мгновенно обезвреживает цель и вызывает тошноту и затруднение дыхания. Ну, это, естественно, я возьму... И золотишко тоже из DLC. А, это тоже. Почему бы нет? Маг. А чё? Ну, пять возьму, допустим. Жевание листьев этого растения усиливает интуицию гардов. Вот, восстанавливаю концентрацию. Возьму три. Допустим. И да, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Всё окей. Окей, это, видимо, его... Дом. Классный у тебя дом. Тебе как здесь пиццы? Ну, ладно. Мол, мне насрать. То есть я могу здесь посмотреть на всё, что я добыл, да? О боже, оно мне нужно? Нет? Что-то я, кстати, не понял, что случилось с бабой-то. Ну, а её пожали, да, задница там... А, окей. Нет, я подумал, что сейчас они говорить будут. Она пропала куда-то или чё? Или как? Или кат-сцена закончилась как-то странно? Мне потом всё расскажут. Ты где, чёрт возьми? Зайди ко мне, когда вернёшься. Это, видимо, Барро-Первый, или как его там зовут? Чувак, у которого можно будет брать дополнительные задания. Басо. Не-не-не-не-не-не, вдруг тут что-то есть. А, конечно же, не херакалки, да? Да? Не суть! Конечно. А, подождите. У меня же есть задание ограбить банк. А, ну это потом, наверное. Сейчас познакомят с дополнительными заданиями. Это, видимо, общая такая локация какая-то. Сейчас будет. Это простая простуда, сэр, я уверен. Это не мрак. Через два дня отправьте людей забрать его вещи в пользу бородок. Пусть захватят тени. О, боже. Какой ужасный набор актёров, если честно. Такс, окей. О, это правда, что ли? Так, ну, наверное, внизу что-то есть, но вот прыгать куда? Ой, да что за говно. Спокуха. А, это всего лишь лестница. Так, как на тебе... А, пробел всё-таки. Да мне тоже, если честно. Зачем вы мне дали это послушать? Мрачняк. Мне же здесь всё равно нельзя появляться. Меня будут видеть, хоть я и в городе, наверное, потому что комендантский час какой-нибудь. Что-то парни вон поют, смотрите. Весело им. Болезни в округе, а они... Напивают себе под нос что-то там. Так, надо искать какие-нибудь дополнительные задания. Интересно, я могу что-нибудь в прологе пропустить? Да стопудово он и пропускал. Ух ты. Такс. Спокойно. Пока я до туда... А, что ты делаешь? Что за говно сейчас произошло? Я даже не понял, куда я упал, зачем я упал. Я просто нажимал кнопочку, как больной человек. Стрелы можно использовать, чтобы ломать шкивы на расстоянии. Какие ж... Какие сделал? Вот эти стрелы? Наверное. Тихии! Куда я иду? Здесь ни хера нету. Ага, он так гордится своей лучшей. Этой художнице еще неделю сидеть в колодках. У нее спроси. Спокойно, что-то сверкало. Шибись. Мне бы потратить день где-то золотишко, знаете, было бы вообще классно. Я хочу вниз. Так. Вниз не дают пройти. Вау, если бы она не засверкала, то я бы не заметил. И куда ведет эта лестница? Я думаю, что за третье нарушение. Петля. А я думал, за третье. Как же... А, все вижу. Окей. Какое-нибудь говно. Вау. Ну... По сути, да, говно. Там ничего. Вот я думаю, в этой игре можно будет воровать почки там или еще что-нибудь. Прикольно, подошел сзади. Так, человек говорит с кем-нибудь, а ты подошел сзади, так, надрез сделал. Все такое. Вколол адреналин, допустим, там. Чтобы он ничего не почувствовал. И спокойно так вырезаешь почку. Без проблем. Можно начать с яичек. В принципе, они этим гражданам, которые здесь есть, не нужны. Или мультиплеер сделать. Такой. Каждую ночь одно и то же. Приходит домой пьяный. Хватает все, что видит, и загоняет ростовщику, чтобы выплатить картежные долги. О, Либи. Либи, где мамино обручальное кольцо? Он пытался снять его прошлой ночью, пока я спала. Я так испугалась, но не подала виду. Когда он отрубился, я вылезла на балкон и спрятала его в трещине возле печной трубы. Бог даст, он не вспомнит про него больше. О, Либи. А, около печной трубы? Да и партируется, Чич. Конечно, Чич. Погачи выкидывают... Где здесь труба? Так, спокойно. Это не труба, не труба, не труба. Вот это труба? Щели около печной трубы. What the fuck? Мне подсказку дали, да, на особое, видимо, украшение. И да, Чички помогает. Можно использовать концентрацию во время обыска картины, либо при вскрытии замка. Часы на башне опять стали. В третий раз за три года реставрационные работы в часовой башне прекратились из-за трагедии. Этим утром на глазах у испуганной толпы ребенок, занятый на работах, упал на площадь и разбился. Остальные рабочие отложили инструменты и отказались подниматься на строительные леса. Их брагодир, прибыв на место происшествия, заявил, что вся проблема в дурацких предрассудках. Он, конечно, намекает на легенду о главной механике, которую раздавили им же спроектированные зубчатые колеса при строительстве башни. Поскольку наше издание строго придерживается фактов, мы можем сказать лишь одно. Как бы там ни было, но часовая башня заслуживает свою дурную репутацию. Хм. Я не вижу никакой печи. Ну, может, она не про этот чердак говорит, может, про другой какой-нибудь. Не здесь. Скорее всего, не... Ну, хотя не знаю. Печиной трубы здесь нет. Есть только обычная труба. Ну, если она, говорит, на чердак залезла и куда-то сюда поставила, то, значит, оно где-то здесь. Может, я что-то могу уронить? Макси. Что такое Макси? Максимум. А, Максимум, наверное, имеется в виду. Макси. Так, не здесь. Ладно, пойдемте тогда отсюда. Ты до сих пор не знаешь, что такое третье нарушение? Господи, ты в какой раз это спрашиваешь? Такс. Ну, я не знаю, не здесь это вручальное кольцо, видимо. Потому что там не было печиной трубы и больше нечего было исследовать. И нахер я сюда пошел. Пойду-ка я к заданию. Окей. То есть пробел... Я подумал, что пробелом, если нажимаешь пробел, то он будет перепрыгивать только в том случае, если есть за что зацепиться. Ну, знаете, долетит, не долетит. Да? Вдруг. Секунду. Хочу посмотреть, что еще здесь есть. Вообще, можно идти кофоду в банк, смотрите, он недалеко. Ну, давайте сначала с Басом поговорим. Или сразу выполнить миссию? Нет, сначала с Басом поговорим. Че он хочет? Окей, значит, нельзя прыгнуть туда. Я это выяснил на собственном опыте. А что по крыше можно носиться, как... Сайгак? Надо было учиться читать. Ты не поверишь, что это да, это помогает иногда. А куда я иду-то? Где я? А, все верно. Я подумал, что я уже здесь. Спокуха, может быть, про этот чердак говорила баба. Мне интересно, зачем они это сделали? Не подгружают локацию в этот момент? Не верю. Главное управление сразу... Ух ты, мать твою. Я лучше спрячусь в одном из этих шкафчиков. О, боже мой. В жопу. Так медленно, что нахер. Этим заниматься. Если всю игру придется вот таким вот заниматься, то это как-то немножко удручает. У вас прекрасное чтиво здесь, я знаю. Доклад стражи 3498. Склад оружия 6С, перемешан в черный переулок. Опись и осмотр оружия признанены стражникам, маньоном и косом. Вау, очень полезная эта фа. Ну, может, я смогу обчистить этот склад. Мало ли. Че здесь? Та же самая газета, которую я уже... Окей. Скрывал. Так, как мне заюзать? Как мне заюзать? G. Мак, где я хотел заюзать? Так, вот сейчас попробую скрыть замок при помощи концентрации. И она чем помогает? Я не понимаю, чем она помогает, но окей, может быть... Может быть, получше можно будет как-то... Может, медленнее уходит за зеленое пятно. Ну, видимо, может быть, скилл нужен какой-то. Без понятия, слушайте. Здесь прокачка-то вообще есть, нет? Вот чёрт его знает. Город. Итого. Огушение 4. Вроде на испытаниях. Хедшоты. Пла-пла-пла-пла-пла-пла-пла. Цены и трофеи. Лучше бы сказали... Я всё сделал или не всё сделал? Украсть всё? Ну, я не знаю. Может быть, не всё сделал. Может быть, всё сделал. Может быть, там не было никаких дополнительных заданий. Стоять. Ну и указания. Касаемо докладов твоих шарнатанов об эпидемии мрака. Переделай свой отчёт, руководствуясь следующим соображением. Ты должен обеспечить стабильное поступление мрачников в мастерские на переработку. Доведи цифру хотя бы до сотни в день. Я так понимаю, что болезнь может развиваться с потрясающей скоростью. Совершенно здоровый вечером мужчина может оказаться на трупной телеге уже утром. В этом случае его дом должен быть тщательно вычищен и опечатан. Твоё содействие этому вопросу будет оценено. Ловец воров. Какие полезные заметки. Давайте не будем их читать все. Ну естественно, я буду читать их все, просто успокаиваю вас, потому что мы не думали, что буду читать их все. Так, там что-то есть. А, это окно. Детизм. То есть, в кабинете стражи... А-а-а, теперь по идее и объявлениями меня мучат. Что не так с этим вечером, когда я сел поиграть в сив? Что дальше? Не, ну ладно, пойдёмте к Басу. Может, он мне выйдет за задание. Надеюсь, это гибро. У тебя жена лошадь? А-а-а, Сара Джессика Паркер. А-а-а, да-а-а. Таверна, хромой бублик. Я прочитал, что хромой бублик думал, что хромой бублик. Представь, что бублик на ножках ходит с кострелёй такой, говорит, да, подайте, пожалуйста, на маковку. Маковку себе вставить. Знаете, что маковки, бублики, это то же самое, что и родинки для человека. Нет, макрофон, конечно, крутой, крутой. Баса, я бы выбрал банку с угорцами. Для Unreal Engine 3-то. Чёрт. Ты по-прежнему не дружишь с дверями. Ты прям не заходишь, не пишешь. Ты забыл меня. Я думал, вы с Эрином оба погибли в том налёте на особняк. Где тебя носило? Не знаю. Что? Классный сюжетный твист. Не хочу даже знать, каким дерьмом ты страдал целый год. Не до того мне сейчас. Особенно теперь, когда барон ввёл налог на опиум из-за этого мрака. Не говоря уже о чёрном налоге лавсоваров. Пьют кровь из дельцов, вроде меня. Если у тебя есть дело, так давай, говори. А ты уверен, что справишься? Ладно. Вот в чём суть. Ты должен достать мне кольцо. Женишься, что ли? Одного раза хватит. Ай, драная птица! Клянусь, я когда-нибудь сделаю из тебя шляпу. А думать за тебя кто будет? У меня все пальцы в винтах. Работа, Бас. Да, 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 да. Его носит некий Корнелиус Грайвс. Надменный такой типчик из тех, к чьим сапогам дерьмо не липнет. А? Вот так. В чём подвор? Ах, он мёртв. Баса, я вор, а не мародёк. Он умер недавно. Как мне сказали, он никогда не снимал кольцо. Вроде ничего сложного. А-а-а, сложность. Его нужно найти, прежде чем его заберут труповозы. По слухам, они отвозят тела на старую фабрику близ шлаковой ямы. Там почему-то полно стража барона. Лучший способ туда попасть через старую часовку. Замужик, чем они являются. Гаррет, не облажайся. У кое-кого из нас ещё куча долгов. Что, у птицы? Не поймаешь, не обложишь. Ну да, 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 да. Дуй отсюда и выходи через дверь. Ладно. Здесь такая, мать бою, столько долгов! Я играла в очков, покер! Не понимаю, что я здесь делаю. Главное, чтоб шапку не делаю. Лучше стать шапкой, чем быть в долгах. Заказы, вы можете брать дополнительные заказы у Баса. Навещайте его время от времени. А всё? Слышали, друзья? Это вороны! Целая стая каркают по нашей души! Я знаю, что тебя заинтересуют. Бла-бла-бла. Баса, есть ещё что? Выключи. Если тебе нужны деньги... Если тебе нужны деньги... У меня для тебя... А, окей. Лучшие контракты в городе. А... Лучшие контракты в городе. О май гад. Я понял. Хочешь пополнить запасы? Уградить часы больного Вилли. Больной Вилли скоро получит по заслугам. Ух ты, нихера себе, за сколько всего. Я готов поручиться за тебя, Гаррет. Но ты... Пожалуйста, заткнись. По всему Блэкферу сверкал за золотым бригетом. А, чёрт, я это не прочитал. Первое предложение вслух не прочитал. Больной Вилли скоро получит по заслугам. По всему Блэкферу сверкал за золотым бригетом, а девкам своим... Да вы можете заткнуться, я читаю! А девкам своим чуть что денег не платил. Жить ему осталось недолго. Мрак его приверёт или сифилис запущенный. А я хочу эти часики, пока я какой-нибудь часарчик удачливый не прикарманил. Окей. Тут есть одна дамочка с проспекта Барона в окружении кучки милых кавалеров и их симпатичных подарков. Один из них купил ей золотое зеркальце, которое стало бы отличным гостиницей для моей комфорта. Впереди, освободи... Вперёд, освободи, красиво леди от времени прекрасного. Ты окажешь ей услугу. На улицах шепчутся про очередное чудо-средство от мрака, только в этот раз это настоящая медицина. Доктор Трой говорит, что ему удалось создать лекарство, но он держит его под замком у себя в лавке. Добудь образец, и мы озолотимся под благовидным... Господи, он заткнётся, нет? Клянусь панталонами рыжей Дженни! Мой клиент оказался словоплётом. Писако накалякал книжку про грязный нутро города. Со мной в главной роли. Отащи его, Блэкферру, и сделай так, чтобы книжка не вышла. Я должен защитить свою репутацию. Есть заказ от моего старого кореша в Дейпорте. Один из механиков барона решил поиграть в независимость. Зовут Эктор. Он странный, но платит хорошо. И возможность накормить барон собственным лекарством тоже дорогого стоит. Еще у меня есть задание с банком. Так, какое первое сделаем? Окей. Допустим, опасное чтиво. А, нет, надо сначала выйти отсюда, посмотрите, какой ближе. Кому читаешь нравоучение себе? Да, я хочу пополнить запасы. Сейчас он... Я боюсь уже увидеть. Откроет пальто, а там он голый, такой, знаете, волосатый. Настоящий джейд. У меня есть товар для темных дел. Сейчас только ногу подниму. А, тупая стрела. Что он дает? Эти дешево-простые стрелы ломаются при попадании в цели, предназначенные главным образом для того, чтобы воздействовать на предметы, не тратя более ценные боеприпасы. Ээээ... Не пони... Не ладно. каечный ключ инструмент используем для открытия решеток и отвинчивания болтов слегка мечтает время прицеливания слегка увеличивает на урон так не нужно я стою все хочу пройти слегка понижает получаемый урон а зачем слегка увеличит урон носим дубинга а сейчас нам излома урона замков слегка влечу чувствительность при взломе замков так лучше уменьшить на 14 так это я куплю а а а у меня уже был первого левела он то есть он по умолчанию есть окей счастливая монетка эта старая монета принадлежала не важно увеличит максимальный запас концентрации снижает цену ресурсов на 25 процентов усилит эффекты восполнение здоровья павлабласа увеличит максимальный запас еды и мака зазубрина охотничь стрелы поражает цель бесшумно уменьшает урон восполнение ловушек уменьшает вероятность попадания вражеских снарядов так не нужно ну допустим вот это я возьму закупимся по полной программе и что-то еще было тут это может быть обстречу счет есть водяная стрела это а только припасов да то есть они цену ресурсов ну всех ресурсов ли только что-то ничего не снизилось может надеть надо до свидания дружище а как это вот предметы что ты не понял что это дает какие ресурсы ладно потом разберемся нет все таки уровень 1 я взял умеренно увеличивать счета я не понял почему уровень 1 если в это уровень 1 вот тут смотрите 1 2 3 уровня здесь 1 2 еще то я не а то есть дон доступен мне будет только голубым показывается что еще можно прокачать а белое что я уже прокачал окей это как-то не очень очевидно было ладно так карты ой тут есть карта мини вот это зашибись игра сразу не могла стать то что на букве м есть мини кар давайте еще посмотрим что здесь еще есть по любому столько всего и я упускаю потому что охереть так краса лезь пригнуться взаимодействовать концентрация ударить r уклоняться в оглушить q масштаб наблюдать y открыть мини карту эмут упала разнострел все окей больше ничего нету ладно я сюда пойду да конечно отправляй меня в этот район сейчас и все эти задания выполню они по-любому стремные созданы того чтобы просто пройти